Вот вам отец космической эпохи. Его так и называют. Однако сам он утверждал, что не является отцом космической эпохи. Отец космической эпохи – Джек Парсон. Этот человек по имени Джек Парсон из Калифорнийского политехнического института совершенно открыто поклонялся дьяволу. Он является разработчиком топлива, которое сделало возможным прорыв стратосферы. Без этого человека не было бы спутников. В своем дневнике он описывает приснившийся ему сон. Это событие 1948 года. Ему приснился сон, в котором он, как он утверждает, ему явился Билиял Даджаль и сказал, «Ты мне серьезно помогаешь». Валлахи, это не я выдумал. Пойдите и сами зайдите. Вы можете сами задать на поиск. Итак, откуда все это? Нет, я серьезно. Откуда все это идет? Мы живем в эпоху Даджаля, если вы хотите знать. Аллах, конечно, лучше знает, где и когда. Одумайтесь, люди. Но я считаю, что решающий момент уже настал. Вода, молитва и кыбла. Этого у нас не забрать. Следовательно, нам пора основательно подготовиться. Если мы поговорим о технологии, если мы проанализируем, откуда она идет, почитаем о магии, о периоде просвещения, все эти ученые были магами. Они все интересовались черной магией. Прочитайте о Фрэнсисе Бэконе. Недавно я прочел биографию Фрэнсиса Бэкона под названием «Знание сила. Магия и открытие современной науки». Фрэнсис Бэкон сам подробно изучал всякие книги о магии. Артур Кларк, великий технолог, обладающий многими патентами на использование спутников. Если вы послушаете его интервью на BBC в 1961 году, где он прогнозирует появление интернета, мобильных телефонов, текстовых сообщений, он прогнозировал, что к 2000 году у людей будут переносные устройства, которые позволят им общаться с кем угодно и где угодно. Артур Кларк утверждал, и у него было три основных правила касательно технологий. Одно такое правило гласит, что любая технология при достаточном уровне ее развития становится неотличимой от магии. Я не противник механизации, не лудит, иначе бы я не использовал этот микрофон. Я не считаю себя лудитом. Но это повальное поклонение технологическому прогрессу для меня выглядит и вправду глупым. Одним из наиболее распространенных аппаратов, используемых сегодня во всем мире, является смартфон. Является ли он действительно безопасным на 100%, или же он может причинить вред? Средний американец сегодня проводит более 4 часов в день за смартфоном. И только согласно опросу, в то время как реальные показатели должны быть гораздо выше, ведь сюда входят телефонные звонки, пользование интернетом, проверка электронной почты, фотографирование, отправка фото своему брату, свату. Среднестатистический человек просто помешан. Смартфон стал незаменимым в его жизни. Мы в буквальном смысле уже не можем жить без него. Оставить где-то телефон на минуту, все равно, что потерять ребенка в Диснейленде. Вы не перестаете думать о нем, пока вы с ним вновь не воссоединитесь. Насколько это нормально для здоровья? Мы сейчас не говорим в духовном плане. С этим все и так ясно. А в физическом, насколько безопасно для здоровья постоянно иметь при себе смартфон? Как выяснилось, это не совсем безопасно. Ряд исследований установил связь излучения мобильного телефона с возникновением онкологических заболеваний. Национальная токсикологическая программа в рамках борьбы государственной организации утверждает, цитата, «Установлены убедительные данные о связи сильного воздействия ради частотного излучения, используемого в сотовых телефонах, мы цитируем, с образованием опухолей у крыс». В 2012 году Верховный суд Италии признал действительным утверждение о наличии связи между образованием опухоли мозга у менеджера по продажам с его интенсивным использованием мобильного телефона. В то время как наш куратор, Федеральная комиссия связи, заявляет, что оснований для беспокойств нет. Согласно нашим федеральным агентствам, смартфоны абсолютно безопасны. Но тут есть одна проблема. Когда Федеральная комиссия связи проверяет уровень излучения телефона, то производителям разрешается тестировать телефоны с минимального расстояния, в 2,5 мм от тела. А это весьма существенный промежуток. Руководство по использованию смартфона Galaxy 10 Note Plus, например, гласит, что телефон следует позиционировать не менее 15 мм от поверхности тела. Вы случайно не припомните, когда вы в последний раз держали телефон на таком расстоянии от своего тела? Если вы, конечно, постоянно не пользуетесь громкой связью, то вы никогда не держали его на таком расстоянии, поскольку при разговоре он всегда плотно прижат к вашему уху. Даже если вы, как это принято, просто носите его в кармане, он находится максимум в 2 мм от вашего тела. В судебном иске, поданном в декабре против компании Samsung и Apple, приведены независимые результаты испытаний, проведенных в лаборатории Аккредитованной Федеральной Комиссии Связи, которые показали, что при расстоянии 0 мм облучение, оказываемое смартфоном iPhone 8 на пользователя, в 5 раз превышает допустимую Федеральной Комиссией норму. Samsung Galaxy X8 превышает в 3 раза, и та, и другая компания регулярно показывают рекламные видео, побуждающие небезопасное использование смартфонов. В рекламном ролике компании Apple запечатлена девушка, засыпающая с телефоном в руке. В рекламе компании Samsung фигурирует беременная женщина, прикладывающая смартфон к своему животу, пытаясь снять эхотомограмму. Вы можете себе представить, что они додумались до такого? Нам уже пора серьезно забеспокоиться. В нашей стране угрозы, связанные с использованием смартфонов, практически не обсуждаются. Тишина. Остается только надеяться, что нам не придется ждать, пока статистические данные станут неопровержимыми и вызовут общее внимание. Новые исследования показали, что излучение вашего мобильного телефона может влиять на вашу память. Исследование показало, что когда подростки часто прижимали свои телефоны к уху, таким образом подвергая свой мозг к повышенному радиочастотному электромагнитному излучению. Это оказывало негативное влияние на их визуальную память, особенно при слабом уровне радиосигнала. Зайдите в настройки. Выберите пункт «Основные». Затем выберите пункт «Об устройстве», расположенный на самом верху. Нашли? Теперь спуститесь до самого конца, пока не увидите то, что обычно остается незаметным. Пункт под названием «Правовая информация». Получилось? А теперь нажмите на радиочастотное излучение. Вы можете прочитать позже, на досуге. Но вкратце здесь вас прямым образом предупреждают, что прикладывая телефон к телу, вам не избежать превышения допустимой нормы излучения, установленной правилами. Все смартфоны сопровождаются информацией, в которой, по сути, сказано, не носите телефон в кармане, иначе вы превысите допустимую норму облучения, установленную правилами. Сколько из вас знали об этом до этого момента? Мобильный телефон и микроволновая печь используют очень похожие частоты. Разница между ними заключается в мощности. Мощность микроволновой печи составляет 1000 Вт. Конечно, такой мощности вполне достаточно, чтобы нагреть чашку воды, скажем, за 60 секунд. Микроволновая печь, мобильный телефон, беспроводной телефон, монитор, подключенный к Wi-Fi, система наблюдения за маленьким ребенком – все они используют ту же самую частоту. Но разница лишь в мощности. Они также отличаются тем, что мобильные телефоны и аппараты с подключением Wi-Fi создают импульсное микроволновое излучение. Именно импульс, а не мощность, играют главную роль с биологической точки зрения. Импульс, который носит неустойчивый и нерегулярный характер. Нечто схожее с таким звуком. На протяжении многих тысяч минут в месяц, десятки часов в неделю, на протяжении жизни этот неустойчивый импульс, сигнал, может играть гораздо более важную роль с биологической точки зрения. А непрерывные сигналы даже могут нести терапевтический эффект, который, кстати, и используют в современной медицине. На данной визуализации, подготовленной моей коллегой из Афинского университета, продемонстрирована вариация частоты по амплитуде, по импульсам. Все эти величины влияют на качество сигнала и на то, как он может оказывать воздействие на биологическую систему. Давайте просто посмотрим, что происходит за 4 секунды разговора по мобильному телефону. Здесь показана удельная мощность. Поскольку телефон пока еще находится в режиме ожидания, то ничего особо не происходит. Однако он 900 раз в минуту задает поиск сигнала. Он находится на постоянной связи с коммуникационной вышкой, говоря, где ты? Я тут. Это умный телефон. Итак, как только поступает звонок, худшее, что можно сделать в этот момент, это поднести его к уху и ответить, алло, поскольку он умный. И в этот момент переключается на полную мощность. Телефоны так запрограммированы. Максимальная мощность. Ваш звонок начинается с максимальной мощности, которая далее неустойчиво колеблется, то выше, то ниже. Как раз вот эта вариация, это самая дельта, это общая накопленная доза. Показания под кривой за период его использования и является биологически существенной. А вот вашему вниманию моделирование микроволнового облучения на примере шестилетнего ребенка с высокими показателями на лобной и височной области, на глазах и на щеке. Теперь взгляните сюда. Желтым, белым и красным обозначены участки с самой высокой температурой. Если вы посмотрите внимательно, то обнаружите, что этот участок покрывает глаз, нос. Повторите слайд, чтобы мы снова увидели. И частично основание головного мозга. Это просто, чтобы продемонстрировать вам приблизительный охват участков головы ребенка, подверженных облучению. Это не говорит о воздействии биологического характера. На следующем слайде приведены примеры, которые могут вызвать интерес у студентов на вашем факультете. Здесь мы говорим об облучении половых органов. Яичек, например. Также костного мозга. Посмотрите на диапазон облучения в области паха. Это всего лишь пример хранения телефона в кармане. Это моделирование диапазона. Облучение на примере головного мозга ребенка трехлетнего возраста. Вы видите, что к концу шестиминутного разговора пик радиоизлучения, показанный желтым и красным, приходится практически на оба глаза ребенка. В целях охраны здоровья и обеспечения безопасности необходимо соблюдать умеренное и осторожное использование современных технологий. А как же насчет новых технологий? Они стали намного безвреднее или же более опаснее? 5G-технологии пятого поколения обещают высокоскоростную передачу информации и прочие преимущества, о которых многие из нас даже не мечтали. Однако вместе с тем мы будем подвержены новому типу излучения, именуемому миллиметровые волны. Специалисты в области здравоохранения предупреждают о повышении рисков, связанных с внедрением технологий 5G. Общественность еще не осознает до конца, что 5G это не просто очередная цифра на экране вашего сотового телефона. Новая технология требует развития целой инфраструктуры с установкой тысяч небольших сотовых антенн во всех городах, где планируется ее использование. Как же будет выглядеть инфраструктура 5G? Небольшие сотовые антенны могут быть установлены на расстоянии почти каждого третьего электрического столба. Ученые из 42 стран уже выразили свою обеспокоенность появлением проблем со здоровьем, связанных с излучением беспроводных адаптеров. Канадские медики и ученые выступили в поддержку своих коллег. Наиболее ярко выраженными симптомами являются головная боль, усталость, слабая концентрация, звон в ушах, раздраженность и бессонница. Воздействия на сердечно-сосудистую и нервную систему тоже вызывают беспокойство. Доктор Рина Бэйн является сотрудником провинциальной экологической оздоровительной клиники. Вот уже 15 лет и наблюдает заметный рост пациентов, страдающих от последствий электромагнитного излучения. Мы обеспокоены тем, что планируемый ввод в эксплуатацию технологий 5G заметно приблизит нахождение и увеличит интенсивность воздействия микроволновых излучений на жителей Онтарио. Мы прогнозируем, что количество людей с ранее упомянутой мной симптоматикой будет расти непосредственно в зонах первичной установки технологии 5G. Доктор Мэгда Хавас, получившая мировую известность за свое исследование в области биологических воздействий электромагнитного загрязнения, она утверждает, что при высокой интенсивности эти волны могут вызвать жар и боль, поскольку потовые железы, расположенные в нашей коже, могут действовать как мини-антенны. При низких частотах ученые прогнозируют возможное поражение зрительных органов, исчезновение колоний насекомых, которых и без того стало меньше, устойчивость бактерий к антибиотикам, физиологические воздействия на нервную и иммунную системы, излучение от радиочастот попадает в одну категорию с таким канцерогеном, как свинец. Один из советников Всемирной организации здравоохранения утверждает, что существует достаточно свидетельств тому, что повторная переоценка воздействия радиочастотных излучений переквалифицирует его в категорию высшего класса, то есть категория человеческого канцерогена, и правительства стран просто не смогут с этим не согласиться. Некоторые утверждают, что все научные исследовательские споры на тему воздействия микроволнового излучения уже закрыты. Однако остается вопрос, готовы ли мы пойти на такой риск? Врачи требуют не спешить с внедрением новых технологий, пока не будут проведены дополнительные испытания для установления возможных последствий биологического воздействия при длительном использовании технологии 5G. Несмотря на угрозу здоровью, технология 5G уже внедряется по всему миру, и Китай стал первой страной в этом списке. К началу новой эпохи в Китае технология 5G уже готова к своему первому коммерческому использованию. К концу года планируется установить более 130 тысяч базовых станций 5G по всей стране. Скорость 5G в 100 раз выше, чем 4G. 10 миллионов пользователей уже прошли предварительную подписку на новые услуги. Ожидается, что их количество резко подскочит до 170 миллионов в ближайшие месяцы. Поймите, что зло не в технологии, а в том, что если на это нет воли и содействия Аллаха, ваша технология погубит вас. В этом и заключается отличие. Когда в вас есть богобоязненность перед Аллахом Святу на Велик, то Аллах оказывает вам свое содействие, то есть тауфиq. Когда вы предпринимаете что-то ради Аллаха, Аллах оказывает вам свое содействие, и все эти инструменты только идут вам на пользу. Канал Голос Истины работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok